Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Творческое Объединение Посредник, и сегодняшний наш подкаст, уже третий по счету, будет посвящен цитатам из замечательного и всеми нами любимого сериала «Вавилон 5». И начать я бы хотел с цитаты первого капитана «Вавилона 5» Джеффри Синклера. «Спросите 10 различных ученых, специалистов в экологии, демографии, генетике, и вы получите 10 отличающихся друг от друга ответов. Однако, есть одна вещь, в которой сходятся все ученые. Когда бы это ни произошло, через 100, 1000 или миллион лет, наше солнце станет холоднее и погаснет. Когда это произойдет, мы не просто погибнем. Погибнут Мерлин Монро, Лао Цзи, Эйнштейн, Мурупута, Бадди, Нолли, Аристофан. И все будет напрасно, если только мы не отправимся к звезду». Замечательные слова, на мой взгляд, которые показывают всю хрупкость человеческой культуры и цивилизации. Когда она сосредоточена лишь в пределах одного маленького шарика. Я бы даже сказал крошечного в масштабах. Не то, что вселенная, а даже солнечной системы. Еще, конечно, хотелось бы упомянуть такую цитату Лондо Малари, касающуюся личности каждого из нас. Даже не то, чтобы личности, а именно того образа, в котором мы предстаем перед большинством людей. «Нас, центавриан, всю жизнь заботят условность. Но когда я заглядываю под маску, которую вынужден носить, я вижу только пустоту». Ну, то, что Лондо во многом трагический персонаж, и так всем понятно. И при этом он действительно вынужден скрывать вот эту вот свою трагичность под маской такого цинизма, какой-то вот активности, наигранной зачастую. А по факту он все понимает. Ну, хотя, помимо каких-то философских вопросов, Лондо достаточно четко высказывается и по-политическому. Вот, например, об императоре Картажье. «Лишь идиот ведет войну на двух фронтах. Лишь наследник тронов королевства идиотов будет воевать на 12 фронтов». Как тут не вспомнить знаменитую цитату Отто фон Бисмарк о том, что Германия не выдержит войны на два-то фронта. Куда же больше. История неоднократно это доказывала. Ну, если мы вспомнили Лондо, как же не вспомнить и Гекара? По Гекару можно делать отдельный цитатник. Это однозначно и, на мой взгляд, вообще самый прописанный персонаж и наиболее сильный во всем сериале. Но возьмем его лишь некоторые изречения. Куда страшнее смерти плоти, гибель надежды, смерть мечты. И сдаться этой угрозе мы не можем никогда. Будущее вокруг нас. Никому не ведом образ грядущего. Или что это будущее принесет нам. Мы лишь знаем, что оно всегда рождается в муках. Сильно. Или еще. Здесь, конечно, это не собственные слова Гекара. Здесь он цитирует своего великого пророка Геквана. Гекван писал. Есть тьма страшнее той, с которой мы боремся. То тьма души, заблудшей и потерявшей цель. Война, что мы ведем, не против сил и государств. Это война против хаоса и отчаяния. Вот такие пророки у народа нарна. Как мы помним, в «Бавилоне 5» зачастую абсолютно неглавные персонажи, ибо даже сказал второстепенные, могут сказать нечто такое, что вполне достойно цитирования на уровне с основными персонажами. Вот, например, отец Джона Шеридана, о котором мы делали отдельный подкаст. Дэвид Шеридан, старший. Он очень достойный человек, и хотя его роли во многом эпизодические, но все появления его в сериале являются абсолютно оправданными и даже когда он фактически не появляется, ссылка на его слова выглядит абсолютно к месту. Вот, например, цитата в тот период, когда все думают, что Шеридан погиб на заходу, Медлен просматривает его видеоархив. Сам Джон Шеридан цитирует слова своего отца. «Если уж ты падаешь со скалы, то можешь попробовать полететь. Все равно терять нечего». Замечательные слова, которые четко характеризуют то, что человек даже в самой безнадежной ситуации должен пытаться найти выход, и вдруг получится. Все равно действительно он ничем не рискует. Кстати, что интересно, данную цитату очень даже добросовестно переписал писатель Макс Фрай в своей книге «Волонтеры вечности». Так что вот явное влияние Вавилона 5, в том числе и на относительно современную фантастику и фэнт. Ну, а завершить я хотел бы, опять же, в подтверждение того, что не только главные герои, но и абсолютно эпизодические персонажи в Вавилоне 5 зачастую изрекают нечто заслуживающее цитирование. Это из эпизода, когда два простых работяги на Вавилоне 5, Бо и Мак, поедают сэндвичи со спу. Ну, про спу мы уже отдельно тоже немножко беседовали в теме еды. Так вот, простой такой рабочий Мак говорит, ну, просто восхитительную фразу. «Моя мама частенько говорила мне, Богу ведом возраст каждого дерева и цвет каждого растения. Он знает, насколько надежны твои плечи, и он никогда не возложит на тебя то, с чем ты не смог бы справиться». Ну, более жизнеутверждающую цитату сложно придумать. Так что, я думаю, лишний раз мы все убедились в гениальности Строжинского, когда он писал сценарий Вавилона 5 и придумывал в том числе реплики его героя. Титанический труд, заслуживающий уважения и того, чтобы его не забывали. Уважаемые слушатели, с вами было Творческое Объединение Посредник. Большое спасибо за внимание.